Это как раз таки то о чем я говорил. Люди которые интересуются политикой они живут в одном информационном. Люди которые являются политиками они живут в другом информационном. А простые люди которые просто занимаются своей жизнью своими делами там есть не знаю какие-то определенные интересы они живут в определенном другом информационном поле. И есть четвертое информационное поля в котором живут все остальные они занимаются тем что они выживают и мне интересно не декреты номер три не лукашенко и путины там россии войска там и так далее все это неинтересно просто произошло расщепление белорусского общества на несколько информационных полей которые друг другом могут даже не пересекаться так это и правильно и но я тебе больше скажу так везде это не только беларуси всегда так было и я политичный всегда классе приходят социалисты суть не в социалистах суть в том что лукашенко когда пришел к власти он вопил из всех утюгов что он не социалист и против коммунист в итоге стал главным социалистом это к слову о популизме да вопил что он против социалистов но при этом говорят у него до сих пор где-то в шкафу лежит партбилет кпсс просвещение тех или иных проблем может имела ввиду причем тут вообще президент как ты к этому подвела не могу понять артем ну кстати вот очень хороший аргумент против популяризма популизм примеру примеру нужно как эту проблему решить но ты там немножко сказал не так но народ ты к этому обратил внимание то есть хайп сделал но при этом люди начинают разбираться тот или иной момент и благодаря интернету в том числе обсуждать и к проблеме любом случае начали бы было начали разбираться было начали ходить на все эти судебные дела а потом оказалось что этот завод в любом случае достроит потому что в него вбухано уже столько денег что остановить его строительство просто нереально так я не понял зато это дало нам консолидацию общества на будущее и люди когда узнали потому что остановить строительство завода нереально они уже опустили руки то есть они проиграли они поняли что они проиграли они оказались унижены